Привет, друзья! На связи Алексей. Необычное видео хочу записать сейчас про то, как в офисах новой почты проводились обыски. И причем проводились обыски не только в отделениях, в кассах, а у директоров компании. И как можно забладеть в нашей стране личными данными, разработками какими-то, уникальными, возможно, информационными, ноу-хау, и слить, изъять информацию. Давайте посмотрим. Я изымалась на какие-то там часов, на 5 часов. И потом скачивались файлы. У меня с компьютера скачали около 1000 файлов, которые содержат, на мой взгляд, ценнейшую коммерческую информацию. Я теперь не уверен в том, что эта информация не попадет в чьи-то руки. Поэтому у меня было ощущение, кстати, одно из самых таких вот унижений, которые я испытал. Я испытывал 8 часов унижений как предприниматель. Я ставил на свое место Илона Маска, Стива Джобса, представлял, как они себя ввели в этой ситуации. Не мог их представить, но я испытывал унижения. И одни из самых больших оказалось, это когда сливали из моего компьютера личного мою информацию. Это плод моих трудов. Потому что там были и записки, там были структуры, там были инструкции и так далее. Они слили тысячу файлов информации. Поэтому я не знаю, это изымали или нет. То есть на время изъяли и скопировали мой компьютер. Я пользуюсь услугами новой почты. Я думаю, как огромное количество украинцев пользуются, получают посылки. Неважно, это монеты, не монеты, любые отправки. Это очень известная компания у нас. И у меня посчастливилось побывать на мастер-классах, на тренингах, в которые организовывала новая почта. И в которые принимали участие сами основатели компании. Собственно, вы вовлечены в развитие бизнеса. Я познакомился с тем, как была основана компания, какой путь компания проходила. Вот такой вот у меня замечательный буклетик есть, музыкальный, посвященный юбилею основания данной компании. И, конечно, это огромный пример для подражания бренда компании, которая существует в Украине. Но то, что происходит сейчас у нас, к сожалению, и какое давление может оказывать политика, органы, структуры определенные на бизнес, это нехорошо. Я бы хотел показать вам часть пресс-конференции, как это было. Чтобы хотя бы кто-то из вас увидел и сформировал свою точку зрения на ситуацию. Конечно, вариантов версий очень много, почему так происходило. И даже сами основатели новой почты конкретную не заявили. Просто ребята делают свои проекты, просто движутся, зарабатывают, платят налоги в Украине. Отчего они сказали, что они не очень рады, потому что налоги довольно большие. Но очень, вы знаете, меня это зацепило, почему я хочу это видео выложить сейчас. Потому что тема действительно интересная. Потому что мы живем в этой стране, мы пользуемся этими услугами. Вот, про что я говорю, что ваш партнер, с которым вы будете вместе строить бизнес, он должен быть абсолютно за вас. Вы должны в 15 дней сражаться со своими тем, расти. Если у него есть какие-то другие интересы, если ваш бизнес для него не остановит, он не будет туда вкладывать, не будет вкалывать, то это из того, что бизнес не построит. То есть вовлечены в развитие бизнеса. Вовлечены, они даже одинаковые, не могут строиться, не могут там находить, они даже вовлечены. Когда один хочет, а второму по барабану, ну просто он, ну, равнодушен к этому, ну, парадным причинам, то такая бизнеса не будет. И очень важно, когда прокторы немножко противоположные и могут друг друга компенсировать. Вот так вот проходили занятия. Я предлагаю посмотреть пресс-конференцию, на которой собственники отвечают на вопросы журналистов и рассказывают, как у них проходили вот эти вот обыски, как это было. Продолжайте смотреть, тема очень интересная, послушайте владельцев. 16 марта в районе 17.00, то есть по старой доброй традиции наших правоохранителей, в пятницу вечером в офисе компании «Нова Пошта» более 30 сотрудников правоохранительных органов появились и начали проводить обыски. Одновременно с этим обыски происходили в компаниях, которые входят в группу наших компаний, в частности, в нашем инвестиционном фонде «Прайд». Одновременно с этим же происходили обыски еще в четырех городах Украины. Они проходили в городе Полтава, Одесса, Днепр, Харьков и Львов. Наверное, пять городов. Одновременно в нашем офисном центре на трех этажах наших офисных центров были заблокированы сотрудники и начали проводиться следственные действия. При этом основные усилия правоохранителей были нацелены на этаж офисного центра, в котором работают учредители, собственники компании и наблюдательный совет. Компьютерная техника изымалась, мы не дали ее изъять. То есть она изымалась на какие-то там часов, на пять часов. И потом скачивались файлы. У меня с компьютера скачали около тысячи файлов, которые содержат, на мой взгляд, ценнейшую коммерческую информацию. Я теперь не уверен в том, что эта информация не попадет в чьи-то руки. Поэтому у меня было ощущение, кстати, одной из самых таких вот унижений, которые я испытал. Я испытывал восемь часов унижений как предприниматель. Я ставил на свое место Илона Маска, Стива Джобса. Представлял, как они себя ввели в этой ситуации. Не мог их представить. Но я испытывал унижения. И одни из самых больших оказалось, это когда сливали из моего компьютера личного мою информацию. Это плод моих трудов. Потому что там были и записки, там были структуры, там были инструкции и так далее. Они слили тысячу файлов информации. Поэтому я не знаю, это изымали или нет. То есть на время изъяли и скопировали мой компьютер. Проводились эти следственные действия в рамках ухвалы известного, наверное, всем в Украине Печерского районного суда города Киева. По большому счету, единственный документ, который сейчас есть у компании о причинах этого, есть вот эта ухвала Печерского суда. Насколько я знаю от наших юристов, что мы не имеем права подробности раскрывать эту ухвалу. Тем не менее, в ней достаточно расплывчато говорится о том, что есть у группы наших компаний признаки уклонения от уплаты налогов, перевода неких безналичных средств в наличные, с использованием фиктивных предприятий, с использованием поддельных документов. По результатам этих обысков в городах не было обнаружено никаких нарушений. Вы можете себе представить, что такое работа 42-х касс. В городе Харькове, в первом отделении, были изъяты 132 тысячи гривен средств наших клиентов из кассы нашей финансовой компании ForPost. Еще раз повторюсь, эти деньги принадлежали клиентам, и клиенты, это были денежные переводы, которые были, ожидали наших клиентов. Что касается нашего офиса, на который и был, повторюсь, нацелен основной удар, то следственные действия продолжались в течение 8 часов. Они закончились где-то в районе часа ночи. И если говорить о каких-то процедурных нарушениях, о чем мы поговорим подробнее дальше, наверное, с точки зрения законодательства, каких-то ярко выраженных нарушений не было, тем не менее, мы были лишены собственники крупнейшего украинского бизнеса, мы были лишены доступа к нашим мобильным телефонам. Вы знаете, что, наверное, одним из первых такой сигнал тревоги подал Владимир Поперечнюк к своим постам. К сожалению, это все, что он успел сделать со своего мобильного телефона. Потом доступ к нашим мобильным телефонам был ограничен. Мы не могли проинформировать нашей семье, что происходит. Были ограничены перемещения наши по офису. Доходило до курьезов, когда нам без сопровождения запрещалось посетить туалет. Теперь о налогах. Насколько я понимаю, именно уклонение от налогов нами инкриминировало ГПУ. Хочу сразу сказать, это моя любимая тема, потому что у нас есть на эту тему небольшая история. Каждый год мы с Вячеславом обращаем внимание, попали мы в топ самых богатых украинцев или нет. С радостью вздыхаем, не попали. Отлично. Но нам удалось попасть в другой рейтинг. Вот здесь у меня. Это рейтинг самых больших налогоплательщиков Украины, которые публикуют ДФС. Мы здесь находимся на 35-й строчке. Это только одна из наших компаний. Если из этого списка оставить только те компании, которые были созданы с нуля, украинские компании, компании, которые не сотрудничают с политиками, мы окажемся здесь или в топ-3, или даже номер один. Это к вопросу об уклонении налогов. Если у компании есть проблемы с налогами, только то, что она платит их очень-очень много. На сегодняшний день компания платит 2,3 миллиарда гривен. Вся группа компаний. Я даже подготовил справку конкретно, куда мы платим. Половину денег – это НДС. И половину денег – это налоги на заработоплату. Это ЕСВ, подоходный налог и военный сбор. Таким образом, я бы хотел развеять сомнения, что новая почта не платит или уклоняется, потому что мы хотели бы спросить, привести нам пример еще компаний в Украине, созданных с нуля, которые платят столько налогов. Эти деньги нам очень нужны для развития. Мы не счастливы от того, что мы платим все налоги. Но мы приняли такое решение – платить все до копейки, по причине того, что мы не хотим быть уязвимы со стороны нашей власти, мы хотим не давать им повода к нам придраться, мы хотим от них защититься. Тем не менее, оказалось, что это не защита. Потому что на сегодняшний день быть белой компанией, платить цен налоги – это не только глупо, но это еще опасно, как оказалось. Потому что многие, даже граждане Украины, начали сомневаться в компании, мол, нет дыма без огня, так просто они не приходят. Чего вы переживаете? Это же проверить, если вам еще боятся, чего вам боятся. Поэтому, но то, что идет ущерб нашей репутации, то, что мы получаем моральный ущерб, моральный ущерб получили наши сотрудники, моральный ущерб эти действия нанесли нашим семьям, включая наших детей и наших родителей, то это дорогого стоит. Есть такая, ну, какая-то мистическая, на мой взгляд, мистическое совпадение. Вы знаете, буквально за день до этих событий я возвращался из командировки и в самолете смотрел блестящий фильм «Темные времена», о том, как Черчилль сопротивлялся нацизму. И уже на следующий день мне подумалось, что «Темные времена» теперь опять здесь. требует, первое, немедленно прекратить совершенно надуманное криминальное впроваджение и силовые действия по отношению к нашей компании и к компаниям группы. При этом хочу подчеркнуть, что мы готовы ответить на любые вопросы наших правоохранителей через цивилизованные запросы, через встречи, а не в формате силовых действий, обысков и допросов. Наши юристы, сотрудники финансовых дирекций готовы сотрудничать и отвечать на любые вопросы. Но мы требуем, чтобы это делалось не в заблокированных офисах, не в течение 8 часов, не в формате обысков, допросов, арестов. Второе, действительно, мы напоминаем и требуем от власти выполнить обещание по созданию службы финансовых расследований, которое, наконец, лишит силовые подразделения экономических функций и станет аналитической службой без силовых инструментов, как это делается во всем цивилизованном мире. При этом уверены, что эффективность такого рода деятельности вырастет сразу же в разы, в том числе, что скажется на бюджете наших правоохранительных органов. Третье, немедленно возобновить действие моратория на проверке, срок которого закончился достаточно недавно, и моментально проверки возобновились и начали приобретать все более и более агрессивный характер. Четвертое, мы требуем прекратить давление на бизнес и власти начать выполнять те обещания, которые давались бизнесу, и декларации, что бизнес должен быть в фокусе и под защитой власти. И, наконец, я хочу подчеркнуть, что сейчас «Нова Пошта» сражается не только за себя. Мы сильная компания с достаточно серьезным ресурсом, но сражаемся мы на самом деле за тысячи предпринимателей, которые таким ресурсом не обладают, которые сегодня запуганы произволом и силой власти, которая ведет себя агрессивно по отношению к ним. И я могу утверждать, что без сильного и успешного предпринимательства, без сильного и успешного бизнеса у Украины нет будущего. Вот к чему мы призываем. Спасибо. Смотрите, в 1953 году главу компании «Дженерал Моторс» напрашивал Сенатский комитет Соединенных Штатов, его хотели сделать министром обороны, ему задали вопрос, чьи интересы вы будете отстаивать, Соединенных Штатов или «Дженерал Моторс». И он дал ответ, который вошел в историю. Он сказал, что что хорошо для «Дженерал Моторс», хорошо для Соединенных Штатов Америки. И наоборот, это одно и то же. Смотрите, в Украине есть примерно с десяток компаний, может быть, чуть больше, может быть, два десятка, руководители которых могут с чистой совестью это сказать. Перед нами одна из этих компаний – это олицетворение украинской мечты. Люди, которые сделали бизнес из ничего, которые возили рыбные поддоны. Если честно, не могу все-таки понять, почему вы так, ну, как-то мягко обходите тот факт, что ухвала эта была вынесена в закрытом заседании суда. Еще раз, украинское законодательство предусматривает исключительный список. Пять причин, по которым может быть закрытое заседание. Это несовершеннолетние дети, это государственная тайна, это охрана семейных отношений или тайны, связанных с личной жизнью и так далее. Всего пять причин. Вы точно не подходите ни под одну из них. Как Печерский суд в закрытом заседании мог вынести вообще эту ухвалу? Это не то, что грубейшее, это возмутительнейшее нарушение процедуры. Возмутительнейшее.